Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с остатками пенопласта. Это как правило упаковочный материал, его везде практически огромное количество. Также это может быть потолочный плинтус, лоток из-под яиц. Все это сделано вот с такого полистирола. Но так как у меня есть полистирол, будем работать сегодня с ним. У меня кусочек 80 сантиметров, мы сейчас его разделим пополам, чтобы были ровные части. Распущу его на более мелкие. Получилось у нас две кучки, ровные пополам, разделенные, плюс-минус там разные по толщине. Вы меня сами натолкнули на такую мысль, попробую, что же лучше расплавляет, бензин или ацетон. Возьмем два стаканчика, чтобы нам не перепутать. Сейчас подпишем ацетон, бензин. Пока я сейчас буду наливать, вы напишите ваше мнение, как думаете, что лучше расплавить, поместится ли вот это все содержимое в эти стаканчики. Самый обыкновенный ацетон. Давайте по полстакана, по рисочку вот наверное возьмем, нальем, чтобы было одинаково. И самый обычный бензин, в моем случае 92. Ну вроде, вроде бы одинаково. Потом мы конечно попробуем их на крепость и сравним с профессиональным клеем. Поехали, давайте прямо сейчас вот так вот смотрим. Ну вот видите, ацетон насколько быстрее плавит. Бензин тоже плавится, но у нас уже лидер есть. И хочу сказать, что от ацетона меньше запаха. То есть, как видим, да, бензин плавит, но не так хорошо, как ацетон. Тут я даже не давлю практически, а на бензин давлю. Здесь можно вот так вот прям оставить и он быстрее будет уходить, чем я вот давлю. Как видите, да. Ну у нас безусловно в ацетоне плавится в разы лучше. Ну посмотрим, что же будет по крепости. Дадим фору. И в бензине не видно, что он не так полностью расплавляет. В ацетоне уже такая белая масса. Хотя в бензине, знаете, какая реакция идет, но процесс медленный. Ну все, и в ацетоне замедлился, потому что уже жидкой фракции ацетона уже практически не стало. Ой, 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 вытекает. Не надо. Пускай потихонечку. Плавим, плавим, плавим. Ну вот у нас уже, смотрите, какой результат тут осталось. Вот сколько. И сколько от бензина осталось. Так что, друзья, кто там говорил, что бензин так же плавит, как ацетон, вы не правы. По скорости он вообще отстает. Хотя реакция, смотрите, какая вроде бешеная, шипит все гремучее. Но толку нету. Бензин приходится прям давить. По массе не помещается, уже все. Он еще потихонечку, конечно, плавится, но все, бензин уже еле-еле. То есть, безусловно, по скорости и по объему, по количеству ацетон реакция лучше. Короче, все. Убираем остатки наши. Здесь уже тоже не хочет плавить. Уже, видите, не распадается. То есть, как видим, результат очевиден. Сколько съел бензин, сколько съел ацетон. Разница здесь желтый и до конца не расплавленный. Здесь более такой белого цвета. Ну, он такой не белый, грязноватый немножко цвет. Говорил про плинтус. Потому что, если нет пенопласта, там, да, ну, и хочется поэкспериментировать, можно взять обычный плинтус. Он тоже с полистирола. Но он немножко будет хуже плавить, потому что плотность полистирола здесь больше. Пузырьков, то есть, воздуха меньше. Но он тоже будет плавиться. Как видите, он тоже расплавляется. Ну, просто немножко поменьше. И то есть, с полистирола, с плинтуса будет больше результата. Больше получится клеющая масса, чем с такого же куска обычного пенопласта. Как видим, тут такой вот, такая уже сразу густая масса прям. Во. Ну, и как говорил, будем тестить на деревяшке два вот этих клея с бензином и ацетоном. И профессиональный тетибон, который стоит не худо-бедно 590 рублей. Возьмем вот так вот деревяшечки. Первый у нас пойдет ацетон. Нанесем. И вот так вот деревяшечку при помощи струбцинки подстянем. Так, чтобы нам не перепутать, потом подписываем. Вставляем в сторонку. Вторую возьмем раствор бензина. Он даже, он плохо наносится. Хотя, многие там писали, да, это лучше, чем ацетон. Но, вот так вот я вижу, что хуже. Даже по нанесению. Видите, он скатывается. Но, тем не менее, тоже возьмем его, нажмем струбцинкой. Ну, не сильно. И подпишем его, что это бензин. Также убираем его в сторонку. Ну, и следующее клеим к хитибонду. Все на одну поверхность. Вот прям как там, на вторую часть не буду наносить. Тоже тянем струбциной. И оставим высыхать. Много зрителей просили попробовать склеить пластик. Немножко зачищу. Зашкурю шкурочкой. И также попробуем три наших клея. Сразу подпишем ацетон. С другой стороны бенз. Бенз. Ну, тут будет понятно. Так, ацетон наносим. Видите, он хорошо наносится. На самом деле. Ничего не буду сжимать. Чисто вот как есть от руки. Вот так и оставлю. С бензинчиком. Ну, мне он не нравится. Абсолютно не нравится. Во-первых, запах. Ну, и каких-то вообще не. Ну, тем не менее, уже сейчас будем пробовать. Может быть, он и поведет себя хорошо. Вот так вот оставим бенз. Ну, и давайте уж попробуем клей. Тайбонд. Он для дерева, конечно, предназначен. Понятно, что здесь не для этого. Но, тем не менее. Посмотрим, как он себя поведет. В общем, оставим это высыхать до завтрашнего дня. И посмотрим, что у нас получится. Вы пока напишите, как вы думаете, какой из этих клеев покажется самым лучшим. Да, и кто спрашивал, хранить можно вот этот клей. А в закрытой, плотной закрытой банке ничего ему не будет. Друзья, забыл этот же клей. Тоже надо попробовать, который у нас был сделан из плинтуса. Смотрите, какая консистенция. Тоже сейчас на деревяшечку. И вот так вот его прям. Даже не буду закреплять струбцинкой. Просто вот так вот его оставлю. И завтра с вами посмотрим, как он себя покажет без сжатия. Друзья, у нас прошло 12 часов. Давайте пробовать. Пойдем, все в обратном порядке. Это вот просто без сжатия. Давайте закрепим. Вот так. И килограммовым молоточком. Принтус держит неплохо. С учетом того, что это килограммовый молоток и на удар. На разрыв было бы лучше. Деревяшками. Давайте вот. Это у нас титибомб. Клей. Таким же макаром и его будем пробовать. Держит хорошо. А струбцину вырывает. Вот так вот. Ну, а струбцину вырывает. Мой вес. Давайте молоточком. А, ну вот, как видите, молоточком килограммовым. Отлетает на ура и профессиональный клей. Ну, по волокнам. Немножко волокна оторвалась. Так, теперь у нас раствор, который был с бензином. Ну, смотрите, как он еще даже не застыл. То есть он такой мягкий. Я думаю, здесь... Вот, видите, что с бензином. Это 12 часов прошло. И воняет ужасно. И возьмем теперь, который у нас с ацетончиком. Сейчас попробуем просто. Может быть, и не стоит. Да нет. Вроде бы, держит. Давайте попробуем. Как видите, прям... Во! Ну, тоже... Профессиональный клей, конечно, лучше. Это я сильно сжал. В принципе, неплохо. Так, теперь смотрим, что у нас с пластиком. Первый у нас Тетибонт. Но, видно, внутри он еще не высох. Хотя... Ну, нет. Он пластик, конечно, держать не будет, потому что он предназначен для дерева. Так, теперь у нас с бензином. Но с бензином мне вот прям не нравится. Может быть, надо было дольше держать... Я не знаю, сутки. Ну, я все по-честному. 12 часов. И теперь смотрим наш ацетон. Вот, ацетон держит с ацетоном. Пластик ломается, но держит. Конечно, можно ножом там и то отковыривать. Видите как? То есть, смотрите, как хорошо. Вот так вот. Так что, друзья, с ацетоном на различных материалах будет лучше в разы. Как видите, пластик вообще склеил намертво. Деревяшка чуть похуже, но потому что я опять не выдержал, сильно зажал. И вот смотрите, что произошло спустя 12 часов с клеем, который был в ацетоне. Сверху корочка, пленочка покрыта внутри, он мягенький. То есть, если его так хранить, ну, пару дней, может быть, можно похранить. Ничего с ним не будет. То есть, можно пленочку открыть, и все, у вас там жидкий раствор. А так можно закрыть плотную тару, и будет окейно. Смотрим, что с бензином. Ну, бензин не такая. Она мажется даже. Бензин мне не понравился. Он даже от стаканчика, смотрите, отошел. От стаканчика отошел, получилось какое-то прям желе. То есть, адгезия у него плохая. Кто бы что ни говорил. Здесь такого нету, здесь прям плотно прилипшая к стаканчику. То есть, в ацетоне супер. Друзья, у нас с вами получился вот такой вот выпуск. Показал я вам, как многие писали, что можно с бензином. Видели результат, что бензин в разы хуже. Ацетон, конечно, хорошо справляется со своей задачей. Напишите ваше мнение, кто ставил на бензин, кто ставил на ацетон. Будет интересно почитать и посмотреть ваши комментарии. Вам же хочу сказать огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Надеюсь, выпуск был интересен. Ну, не кидайте тапками. Вот, вам же крепкого здоровья. Всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.